В конце января вся страна отметила 76-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. В связи с памятной датой в районном историко-культурном центре прошел урок мужества 900 блокадных дней. Посетили его около 35 учеников восьмых классов видновской школы номер 4. Они смогли увидеть документальные кадры, услышать воспоминания и письма очевидцев события, среди которых были и видновчане. На уроке был зачитан знаменитый дневник Дани Савичевой. Ученики узнали блокаду Ленинграда и в цифрах – 125 граммов, 872 дня, 150 тысяч тяжелых артиллерийских снарядов. Из Ленинграда с начала войны эвакуировано около миллиона 800 тысяч человек. После снятия блокады в городе оставалось 560 тысяч жителей. В пять раз меньше, чем в начале войны. Уроки мужества проводят минимум два раза в месяц. Сотрудники историко-культурного центра принимают учеников не только у себя, но и проводят занятия в школах. О блокаде Ленинграда рассказывала Раиса Погорелая, которая отметила, что хочет, чтобы нынешнее поколение помнило о подвигах советских людей и умело ценить сегодняшний день. Мы фактически сегодня последнее поколение, которое может общаться со свидетелями тех лет, тех дней. И дети об этом сегодня уже, считай, ничего и не знают. И поэтому мы считаем своей задачей обо всем об этом говорить, показывать, зачитывать письма, воспоминания людей тех лет. В Санкт-Петербурге в этот день люди идут на Пискаревское кладбище, чтобы отдать дань тем, кто не дожил до снятия блокады. Память жертв трагического события присутствующие почти лиминутой молчания. Равнодушным ребят урок мужества не оставил. Хероизм российских, советских людей, то есть как в блокаде люди жили, выживали два года, пять месяцев. То есть это все запомнилось и не утратится никогда. В то время очень много людей умерло. И то, что это очень печально для тех людей, которые, ну, для сегодняшнего времени, потому что многие люди не знают об этом, но обязаны, знать должны. Помнить о подвиге Ленинграда нужно всегда. О нем важно рассказывать новым поколениям. Урок мужества 900 блокадных дней сотрудники историко-культурного центра проведут и для учеников других школ. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова